День города встретили в Центральном парке, расскажет Никита Панин. В городском парке для лобнинцев подготовили большую развлекательную программу, многочисленные конкурсы и мастер-классы. Здесь же открылась праздничная ярмарка и прошла фотовыставка в рамках конкурса «Любимая лобня», принять участие в котором с 1 по 31 августа мог каждый желающий. Я очень люблю фотографировать, и я занималась этим уже два года. И, например, случайные фотографии у меня тоже очень хорошо получаются, и они передают какие-то эмоции. Вот это я была на детском утреннике в детском саду, и буквально случайно я повернулась, эта девочка мне мило улыбнулась, и получилась вот такая замечательная фотография. Я живу просто напротив церкви в Киево, в доме, у меня хороший вид там, и решил снять просто пораньше с утра встал, и повезло с погодой. Был очень красивый рассвет, и удалось заснуть красивый фото. Фотографии участников разместили так, чтобы увидеть их смогли все посетители парка, вдоль одной из его главных дорожек. В середине дня для детей и молодежи на территории парка провели в буквальном смысле яркий и разноцветный фестиваль красок, участники которого изменяли свой внешний облик до неузнаваемости, попадая под фейерверк специальной сухой краски, совершенно безвредной для здоровья. Скажи, зачем ты измазываешь краской? Да просто так, для веселья. Вообще прикольно. А я сегодня в Википедии читал. Короче, Холли – это индийский праздник, ну, весны, но в России и Украине он чисто для развлечения. Нравится? Нравится, прикольно. Да, ты будешь ехать такой в электричке домой, ты будешь такой веселый. Главным же событием дня в парке культуры и отдыха стало открытие галереи славы. На специальных стендах вдоль центральной аллеи появились лица лоблинских спортсменов, работников культуры, образования, промышленных предприятий, общественных деятелей. На фотографиях можно увидеть как взрослых, так и детей, и даже целые коллективы, трудящиеся на благо города. Торжественно открыл галерею славы глава города Николай Грещишников. Мы увидим сегодня 58 страниц нашего города. Это люди, это коллективы, которые прославляют наш город, которые делают все для того, чтобы город двигался вперед. Это движение независимо ни от кого остановить нельзя, потому что ресурс, потому что потенциал города нашего очень ценен, очень объемен. Также в церемонии приняли участие заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин, глава Талдомского района Владимир Юдин, представители Лоблинской администрации, общественники-ветераны. С импровизированной сцены почетные гости поздравили лоблинцев с Днем города. А сам праздник в парке продолжался вплоть до самого вечера. Никита Панин, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.